добрый день дорогие друзья добрый день мои зрители мои подписчики гости канала вы на канале тамара советское вязание сегодня вам хочу предложить связать вместе со мной вот такой интересный узор который представляет собой интересные такие вот косы которые можно использовать различных осенне-зимних изделиях в шапках снудах кардиганах джемперах и так далее и вот этот образец представляет собой два рапорта узора вверх и один рапорт ширину то есть вот один рапорт ширину два рапорта высоту как вы видите в таком вот шахматном порядке чередуются вот эти оригинальные косы и узор совершенно несложны и смотрится очень хорошо я предлагаю его связать вместе со мной и хочу сказать что вот этот узор представляет собой 18 петель плюс 2 кромочная 20 то есть необходимо набрать 20 петель и будем вязать поворотными рядами при вязании по кругу вот вот это вот элемент вяжется в изнаночном ряду а при вязании по кругу вяжем 2 лицевых 2 снимаем не провязывая низ перед работой и дальше 2 лицевых как вязать в изнаночном ряду поворотными рядами я вам сейчас покажу итак предлагаю набрать петли и начнем вязать вот такой интересный узор итак начинаем вязать на этом же образце на котором я вязала вот два провязала один рапорт вверх вот две такие интересные косы и будем продолжать вязать итак первый ряд узора необходимо набрать 18 петель плюс 2 кромочные того 20 первый ряд 3 изнаночных 6 лицевых 3 изнаночных 6 лицевых кромочная 2 ряд узора в изнаночном ряду у нас есть изменения и так на 6 петлях вяжем 2 изнаночные 2 изнаночные снять не провязывая нить за работой 2 изнаночных 2 изнаночных 3 лицевых 6 изнаночных 3 лицевых 3 лицевых вяжем 3 ряд узора 3 изнаночных 3 изнаночных 3 изнаночных 3 изнаночных на следующих 6 петлях провязываем так вот у нас здесь нить которая у нас мы провязывали в четном ряду провязываем так развернем петли дужками вот эти развернем и снимем не провязывая ставим за работой нить перед работой 2 петли 1 лицевая подхватываем сзади не провязанная 2 петли и меняем их местами снимаем со спицы меняем их местами нить забрасываем сюда и провязываем 2 лицевых следующие 3 петли провяжем так одну петлю снимаем на дополнительную или на правую спицу не провязанной 2 лицевых и меняем местами вот эти петли 1 лицевая кромочная если кому-то трудно начинающим провязать вот таким образом как я показываю можно взять дополнительную спицу или вот такую спицу и соответственно петли которые мы меняем местами вначале снимать на дополнительную спицу затем провязывать я покажу вот этот вариант дополнительной спицей через один ряд и так четвертый ряд узора четвертый ряд вяжем как второй ряд в последующем я изнаночные ряды провязывать не буду и так вяжем 2 изнаночные 2 петли спят снять на правую спицу не провязанными нить за работой 2 изнаночные 3 лицевых 6 изнаночных 3 лицевые 4 изнаночные кромочные 5 ряд узора 5 ряд 5 ряд 3 изнаночных 6 лицевых 5 ряд 6 лицевых и теперь я покажу как можно провязать с дополнительной спицей я вижу бабушкиными петлями поэтому изнаночные у меня стоят так что я провязываю лицевые за заднюю стенку мы должны их развернуть вот таким образом теперь можно снять на дополнительную спицу оставить за работой нить перед работой так и провязываем 1 лицевую далее провязываем с дополнительной спицы петли я их развернула поэтому за правую стеночку провязываем или за переднюю за правую или за переднюю не за заднюю стеночку провязали далее следующие три петли мы провязываем так одну петлю на дополнительную спицу снять оставить перед работой провязать следующие две петли я их провязываю за заднюю стенку потому как изнаночная вяжу бабушкиными петлями и теперь нам необходимо провязать вот эту петлю с дополнительной спицы и подхватываем и провязываем и кромочная кромочную провязываем изнаночной так 6 четный ряд провязываем как of как 2 и 4 то есть вот в этом месте где у нас идет перевите мы снимаем в центре две петли изнаночных нить за работой и и так провязываем и встретимся в седьмом ряду 7 ряд 3 изнаночных 6 лицевых 3 изнаночных разворачиваем петли дужками и я буду провязывать без дополнительной спицы нить оставляем перед работой две петли за работой 1 лицевая меняем местами подхватываем сзади петли вот так меняем местами перебрасываем нить и провязываем 2 лицевых следующие 3 петли мы оставляем одну петлю снимаем на дополнительную спицу либо на правую нить за работой 2 лицевых подхватываем спереди не провязанную петлю и меняем местами эти петли 1 лицевая кромочная восьмой ряд я провяжу вместе с вами в восьмом ряду вот эти 6 петель мы провязываем все изнаночные здесь у нас никакого изменения нет 3 лицевые а вот на этих 6 изна 6 изнаночных то есть с лицевой стороны это лицевые у нас будет провязываться узор и так 2 изнаночных нить за работой 2 изнаночных не провязанные снимаем провязываем следующие 2 изнаночные 3 лицевых кромочная 9 ряд узора 9 ряд узора вяжется аналогично провязанному здесь третьему пятому и седьмому ряду то есть провязываем 3 изнаночные 2 лицевые разворачиваем вот так дужками развернули и снимаем их на дополнительную спицу либо на правую нить перед работой провязываем одну лицевую сзади подхватываем петли снятые меняем их местами провязываем 2 лицевых за правые стеночки или за правые дужки далее одну лицевую снимаем не провязывая 2 лицевых подхватываем спереди не провязанную петлю меняем их местами и провязываем и дальше у нас 3 изнаночные 6 лицевых кромочная десятый четный ряд провязываем как второй четвертый шестой то есть вот в этом месте где мы делаем перевитие в лицевом ряду в изнаночном у нас 2 изнаночные 2 петли снять не провязывая нить за работой 2 изнаночные и встретимся с вами в одиннадцатом ряду и так одиннадцатый ряд 3 изнаночных 2 петли развернем дужками вот так развернули и оставляем за работой 1 лицевая подхватываем сзади не провязанная 2 петли меняем их местами провязываем 2 лицевые за передние или за правые стеночки одну лицевую снимаем не провязываем здесь за задние или за левые стеночки 2 лицевых и спереди подхватываем не провязываем 1 петлю меняем их местами провязываем 3 изнаночных и 6 лицевых кромочная 12 четный ряд провяжем самостоятельно встретимся в тринадцатом ряду тринадцатый ряд узора 3 изнаночных 2 петли снимаем непровязанными и разворачиваем их стенками или дужками вот развернули сняли 1 лицевая сзади подхватываем снятые 2 петли меняем их местами и теперь провязываем 2 лицевых за правые стеночки или за правые дужки или за передние а здесь мы провязываем одну лицевую снимаем 2 лицевых за задние стеночки или за задние дужки или за левые еще иногда говорят подхватываем не провязанную одну петлю и меняем местами провязываем 3 изнаночные 6 лицевых 6 лицевых 14 ряд мы провяжем вместе с вами в четырнадцатом ряду мы будем начинать вот такую косу как мы вязали вот чередование кос вот в этом вот в этих 6 петлях а здесь мы провязывать будем просто изнаночные на лицевой соответственно это будут просто лицевые петли и так 1 кромочная 2 изнаночных 2 петли снять не провязывая изнаночных нить за работой еще 2 изнаночных еще 2 изнаночных 3 лицевых 6 изнаночных 3 лицевых 3 лицевых и так с 15 ряда у нас мы вяжем узор с 3 ряда то есть я провязала вместе с вами вот два рапорта и вот какой интересный узор у нас получился вот у нас чередуются вот эти косы оригинальные и вот такой вот интересный узор вот такой образец образец я специально вязала вот в две нити две нити это вот такая белорусская полушерсть слонимская полушерсть вот и я вязала две нити чтобы показать что этот узор отлично смотрится в шапочках женских шапочках детских шапочках и хочу сказать что при вязании поворотными рядами у нас изменение вот эти две петли мы провязываем в изнаночном ряду когда мы вяжем в круговом вязание то есть по кругу у нас идет чередование вот этих вот интересных кос и поэтому в лицевом ряду мы провязываем две лицевые две петли снимаем не провязанными нить здесь перед работой и две лицевых это в круговом вязание я думаю вам не составит труда связать такую вот интересный оригинальный узор такой вот образец и по кругу и так друзья вот получился вот такой замечательный образец вот такой узор который можно применить в различных изделиях и хочу поблагодарить всех моих зрителей всех моих подписчиков за то что смотрите мои видео пишите комментарии ставите лайки поверьте обратная связь для нас для тех кто вяжет для блогеров начинающих очень и очень важно всего доброго до новых встреч пока пока